Видели сектантов? Нет? А я вам сейчас покажу. Проклятие рушится прямо сейчас. Я разрушаю родовое проклятие артрита. Я разрушаю родовое проклятие рака. Мощь, мощь. Я сейчас просто сражаю от этих демонов. Сражаю от этих бесов. Сражаю от этих бесов, которые шли по родам. Привет. Если вы давно смотрите мой канал, то знаете, какое великое множество самых разных религиозных течений существует в мире. Обычно я тут разбираю самые странные из них. Но вообще-то такие течения – это не просто объект для иронии, а серьезный предмет изучения профессиональными учеными. Главное качество, которым должен обладать религиовед – это непредвзятость. Но есть одна группа людей, которые, прикрываясь академическим статусом, по сути занимаются не изучением, а борьбой. С тем, что изучает. Я говорю, конечно, про православных сектоведов. Причем в своей борьбе они порой доходят до того, что сами начинают нести антинаучную чушь и даже основывают собственные лженауки. У них одна общая проблема. В своей, так сказать, исследовательской деятельности сектоведы зачастую используют не научный язык, а прямые оскорбления. А секты они критикуют с позиции, что это все какой-то американский сатанизм и зомбирование доверчивых граждан ради оранжевой революции. То ли дело наше родное православие. Самое многочисленное сектанское движение сегодня в России, ну и, наверное, во всем мире – это НЭО-50-мисское движение. Маркером таких ученых может служить уже само использование слова «секта». В настоящих научных кругах оно не используется, потому что сразу обозначает религиозную организацию как заведомо плохую. Вместо него в науке принято использовать термины типа «несистемные религиозные течения», «новые религиозные движения» и «нетрадиционные религии». В общем, сегодня я хочу познакомить вас с двумя наиболее одиозными представителями православного сектоведения. Это деструктолог Роман Силантьев и автор термина «тоталитарная секта» Александр Дворкин. Они оба сделали немало для того, чтобы в России стало намного сложнее жить многим представителям нетрадиционных религий. Вот вы где! Нет, их здесь нет. Кажется, я их вижу. Цып-цып-цып-цып-цып-цып. Цып-цып-цып-цып. Иди сюда, иди сюда. А ну, цып-цып-цып-цып. Вы спросите, чем я таким интересным занимаюсь? На сектантов охочусь. Как говорится, чего только не придумаешь, лишь бы не работать. Не так ли? Но кто сказал, что работа всегда должна быть в тягость и не приносить пользы обществу? Сомневаетесь? Тогда посмотрите на все то, чем мы пользуемся в интернете каждый день. Поисковики типа Яндекса, Гугл, наш любимый Ютуб, интернет-магазины и любое мобильное приложение. Казалось бы, простые вещи, которые делают нашу жизнь лучше и проще. Но вот вопрос. Что за всей этой неимоверной пользой стоит? Кто это создает? А работают над этим программисты-разработчики. Ну а где разработка? Там Java. Это один из самых востребованных языков программирования. Специалисты очень хорошо зарабатывают. Средняя зарплата Java-разработчика — 221 тысячи рублей уже через год после обучения. Хотя это, конечно, зависит от того, где учиться. А учиться я рекомендую вам в Ката Академии на онлайн-курсе Java с оплатой в послетрудоустройство. Это же новый подход к обучению программистов. Смотрите, как работает. После успешного поступления на курс вы проходите обучение бесплатно. И платите только если устроитесь в IT-компанию в Москве или Санкт-Петербурге на позицию Junior Plus или Middle. То есть сама Академия заинтересована в том, чтобы вы нашли работу. Такая модель win-win получается. Вам помогают устроиться в IT-компанию в Москве или Санкт-Петербурге с минимальной гарантированной зарплатой 100 тысяч рублей в месяц. И это не просто слова. Это прописано в договоре с Академией. А Ката, в свою очередь, получает 17% от вашей зарплаты после вычета налогов в течение двух лет. Но только если вы успешно устроитесь на работу после выпуска. Само обучение проходит под присмотром опытных менторов и при поддержке сильного сообщества IT-специалистов. При этом Ката продолжает помогать выпускникам и после окончания обучения. И вот что еще важно. Если вы не устроились по специальности после обучения, то по договору вы ничего платить за обучение не должны. Так что переходите по ссылке в описании, отправляйте заявку на курс Java-разработчика от Ката Академии и становитесь полезным и грамотным специалистом. Итак, про Дворкина, я уверен, многие из вас хотя бы что-то где-то слышали. Поэтому давайте оставим его на сладкое и сначала поговорим о таком персонаже, как Роман Силантьев. Без этого создателя собственной науки деструктологии не обходится почти ни одно судебное дело о запрете очередного религиозного течения. Ну да, два года назад придумал я новую прикладную науку, у нас многие доктора этим грешат. Считается, что ты не настоящий доктор, если какую-нибудь новую науку не придумал. Он родился в 1977 году, поступил на географический факультет МГУ, но вместо работы по специальности почти сразу стал сотрудником отдела внешних церковных связей Московского патриархата. В аспирантуру Силантьев поступил уже как исследователь ислама и продолжил работать в разных православных организациях. В публичном поле о нем впервые заговорили в 2005 году, когда в свет вышла книга «Новейшая история исламского общества России». С ней Силантьев сразу оказался в центре скандала. Российский совет Муфтиев резко выступил против этого опуса, так как увидел там личную неприязнь автора к исламу. И внезапно антисемитизм. После этого скандала Силантьев покинул свой пост в межрелигиозном совете России. Правда, остался работать в патриархии и уже через год появился в новой роли исполнительного директора программ Всемирного Русского Народного Собора. Думаю, по названию уже понятно, какого толка эта организация. А с 2009 года он работает заместителем председателя экспертного совета по проведению государственной религиовической экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. Роман Анатольевич, давайте начнем с того, вот основное направление вашей деятельности. Чем вы занимаетесь? Ну, преподаю ряд предметов. Вот я на истории религии специализируюсь, на уголовном кодексе, как ни странно, на борьбе с экстремистами и с террористами. Ну, есть у нас еще такое новое направление, научная теология вымышленных миров. Ух ты! Изучаем вымышленные религии, используем это в реальной жизни. У нас бывает, что и вымышленные религии в реальной жизни прорываются и даже официальный статус получают. А вот, кстати, про вымышленные религии. Да, мне тоже как-то стал интерес сразу вопросом. Туршлаков на голове. Ну, это скорее уже к психиатру. По идее, задача такого эксперта предоставлять в суд непредвзятый анализ. Но если эксперт по умолчанию считает все вокруг, кроме православия, вредным и опасным заблуждением, то сами понимаете, к какому выводу будет подталкивать суд такой анализ. В 2013 году, например, он призывал православных священников рассказывать пастве об угрозе ваххабизма. Силантьев сравнивал исламистов с фашистскими захватчиками и проводил прямые параллели со Второй мировой. Мол, проповедовать нужно для того, чтобы, как и 80 лет назад, каждый гражданин знал опасность в лицо. Для этого же нужно изучать ислам. Так же, как раньше наши деды и прадеды учили немецкий, чтобы понимать язык своего врага. А кто, по мнению Силантьева, виноват в распространении радикального исламизма? Конечно же, США. Кто же еще? Для чего изначально Соединенным Штатам требовалось радикализировать Ближний Восток. Чтобы удобнее было чужими руками гадить кому-то. Зачем им нужны секты? Зачем им нужны НКО? Зачем им нужны правозащитники? Это все такой же инструмент опосредованного влияния. Ослабление противника, как и поддержка каких-то оппозиционных сил или меньшинств. Оппозиционеры и меньшинства всегда будут поддерживаться с целью дестабилизации ситуации. Это все известные игры США. Но досталось от нашего сектоведа не только мусульманам. В своей манере он проходился и по православным течениям. Например, членов официально зарегистрированной российской православной автономной церкви он назвал «сектой неопедофилов». Что бы это ни значило. Короче, сразу видно высокий уровень научной дискуссии. Секта неопедофилов. Но кроме участия в различных экспертизах, Силантьев не оставляет и академическую деятельность. В 2016 году он получил звание профессора кафедры теологии Института гуманитарных и прикладных наук МГЛУ. Но не в качестве теолога, а в качестве еще более загадочного специалиста. Деструктолога. С 2019 года Силантьев заведует некой лабораторией по изучению этой дисциплины. А еще успел попутно защитить докторскую диссертацию и написать несколько статей для большой российской энциклопедии. Хотя, конечно, это все сложнее делать. Все-таки одно дело, там, 200 лет назад новую науку придумали, другое дело сейчас. Но деструктология все-таки кажется мне наукой практически полезной. Она, конечно, Америку не открывает, но позволяет объединить компетенции уже существующих наук. Открой мне, Господи, глаза мои. Вообще, деструктология — это главное детище Силантьева. Что она собой представляет? Это якобы наука, с помощью которой Силантьев может безошибочно распознать экстремизм и оправдание терроризма. Но чтобы эта наука работала, нужно еще сотрудничество с ФСБ. Мне это чем-то напоминает аргументы эзотерических целителей, которые говорят, что заклинание сработает только если очень-очень в него поверить. Широко про деструктологию заговорили только в этом году, после ареста Евгения Беркович и Светланы Петричук, которые написали и поставили спектакль «Финист Ясный Сокол». Пьеса рассказывает о несчастной судьбе женщин, которые поверили игиловцам и отправились в Сирию, чтобы там выйти за них замуж. Она основана на реальных материалах уголовных дел. ИГИЛ — запрещенная организация на территории Российской Федерации. В 22-м году Петричук с этой пьесы выиграла самую престижную российскую театральную премию — «Золотую маску». Но потом пришел Силантьев и заявил, что спектакль оправдывает терроризм. В 2019-м году «Финист Ясный Сокол» по сценарию Петричук ставили артисты Томского театра юного зрителя в местной воспитательной колонии номер два. Там, согласно отчету сотрудников, постановка произвела сильное эмоциональное впечатление на воспитанниц. Спустя три года деструктологи из Московского лингвистического университета, у которых, по словам адвокатов Беркович и Петричук, даже нет аккредитации, необходимой для проведения подобных экспертиз, нашли в спектакле героизацию боевиков исламского государства, а также идеи радикального феминизма. С ним согласилась ФСБ, без которого, как вы помните, деструктология не работает. Девушек арестовали и до сих пор держат в СИЗО. А самое нелепое в этой ужасной ситуации то, что совсем недавно на очередном заседании Миньюз заявил, что нельзя принимать во внимание экспертизу деструктолога, так как такой науки не существует. Но при этом Беркович и Петричук все равно оставили под стражей. Деструктологическая экспертиза в принципе не может соответствовать указанному основополагающему принципу судебно-экспертной деятельности по причине отсутствия в деструктологии общепринятых научных и практических данных. Но и это еще не все. В одном из комментариев по делу Силантьеву указали, что его экспертиза – это бред собачий, и что он обвиняет в поддержке радикальных исламистов Евгению Беркович, который вообще-то еврейка. На что этот гений мысли, не моргнув глазом, заявил, что люди еврейской национальности часто поддерживают ваххабизм на зло русским. Тут уже не выдержал российский еврейский конгресс. Тоже обвинил Силантьева в антисемитизме и направил просьбу в Следственный комитет, чтобы привлечь сектоведа к ответственности. Но Силантьева не смутило и это. Он ответил, что, мол, ничего против евреев не имеет, и что еврейский конгресс должен не его осуждать, а лучше следить за своими неадекватными членами еврейского общества. Просто слов нет. Что представляет собой деструктология в теоретическом плане, сказать сложно. По сути, это сборник конспирологических баек про цветные революции и злой коллективный Запад, завернутый в обложку академической дисциплины. А целью этой науки является противодействие угрозам национальной безопасности России. Вы вообще где-нибудь видели науку, которая декларирует не изучение чего-то существующего в реальности, а защиту одной конкретной страны? У нас указ о защите 300-х ценностей в прошлом году вышел президентский. Там дается определение деструктивных и традиционных ценностей. Черт! Чтоб ты сдохла, защита русская! В принципе, суть деструктологии это максимально гибко подходить к изучению всех угроз в сфере духовной безопасности, отслеживать возникновение новых и заниматься прогностикой. И, соответственно, вести профилактику, то есть предупреждать людей, куда ходить не надо. Но и тут еще не конец. Силантьев предлагает всем желающим пройти курсы деструктологии и получить диплом государственного образца. Критериев для отбора не так много. Вы должны быть духовно зрелым человеком не моложе 20 лет, со знанием иностранных языков, гуманитарным или медицинским образованием и опытом работы в СМИ. Интересно, чем они там собрались мерить духовную зрелость? И, в принципе, мы в наших курсах повышения квалификации по основам деструктологии активно используем современный кинематограф разного типа. Есть комедия, есть блокбастеры, есть фильмы смешанного жанра. Даже есть у нас черные комедии. Кроме диплома, выпускникам обещают карьеру в силовых структурах, органах государственного управления, а также в НИИ и вузах, куда их будут приглашать для обязательного чтения лекций по деструктологии. Видно, что планы у Силантьева громадные. По определению, деструктология — это в кавычках наука, которая занимается рассмотрением деструктивных образований, рассматривает вызовы, угрожающие жизни, здоровью и благосостоянию людей. Но, как мы знаем, самое главное в науке — это то, какими методами происходит, собственно, исследование. Наука предполагает, что у нас есть какая-то гипотеза, которая может быть верна, может быть ошибочная, и мы пытаемся так провести исследование, чтобы понять, верна она или ошибочна. Но в случае с деструктологией, то по всем признакам эта история про то, как мы объявляем просто какие-то сферы человеческой деятельности опасными, объявляем их угрожающими жизни, деструктивными, ну и, собственно, дальше натягиваем Саву на гобус и объясняем, что все это нужно как-то ограничить, запретить. То есть это скорее политическая деятельность, нежели научная деятельность. То есть это деятельность по устранению инакомыслищих людей. Александр Панчин в своем обзоре заявил, что деструктология имеет все признаки псевдонауки. Как минимум потому, что есть всего один человек, который утверждает, что изобрел эту дисциплину и что у нее нет никакого международного признания. Что касается научного статуса, еще можно обратиться к такому очень понятному критерию, что наука это явление международное. Явление, нет никакой там российской науки, нет никакой там французской, американской, китайской науки. Есть международная наука, и было бы странно, если бы в одной стране была своя там наука, да, в другой стране другая наука. Это бы означало, что что-то здесь не так. Кто-то где-то привирает и выдумывает что-то. Так вот, за пределами России никакой деструктологии никто и вообще ничего не знает. Собственно, придумал деструктологию российский религиовед Роман Силантьев. А если вбить господина Силантьева в международную базу данных научных публикаций Скопус, то можно обнаружить, что у него есть ровно одна статья в международном научном журнале про христиано-исламский диалог. И при этом у этой статьи нет ни одного цитирования. То есть за рубежом научное сообщество вообще о таком человеке не слышало никогда. Впрочем, дипломированный деструктолог вам бы на это ответил. А что такого? У нее и не может быть международного признания. Ведь не будут же наши западные партнеры признавать эффективность русской защиты от их тлетворного влияния. Шах и мат, борцы с лженаукой. Среди других сомнительных достижений Силантьева есть изобретение термина «деструктивный пацифизм». Это типа как, сказал где-то нет войне, и все, ты несчастный зомбированный западной толерантностью сорняк, который нужно искоренять из здорового российского общества. Про толерантность я тоже не просто так сказал. По мнению Силантьева, это не что иное, как терпимость козлу. Все это фигня и кошмар, а настоящая дружба народов испокон веков была только на Руси. И что это мы должны учить западный мир, как правильно любить другие народы. Иронично это слышали от человека, которого несколько раз публично обвиняли в антисемитизме. Впрочем, если Силантьев ориентируется на дружбу народов в исторической России, с ее чертой оседлости для евреев, то понятно, какое именно отношение к другим народам он считает правильно. Еще Силантьев обожает бороться с ветряными мельницами. Например, он признал экстремистским движение Колумбайн, хотя его даже не существует. Это американская субкультура Колумбайна, ей 21 год насчитывается, и это не секта. Но трупов тысячи по этому направлению. Это не секта, это не организация, это просто некая модная субкультура, которая, тем не менее, подробно разъясняет подросткам, как им нужно отомстить за все свои обиды. Как он себе это представляет? Как вообще должна выглядеть субкультура любителей расстреливать одноклассников по утрам? Да, конечно, существуют отдельные подражатели и сочувствующие массовым школьным убийствам. Психи реально есть, но называть такие проявления целой субкультуры – такая себе наука. То же самое можно сказать про движение «Синий кит», который Силантьев тоже благополучно запретил. От внимательного ока сектоведа не ускользнуло, что это все ни много ни мало проделки украинских спецслужб. Это все они подговаривают глупых российских школьников устраивать массовые расстрелы и самоубийства. Ведь никаких других причин для этого, разумеется, не существует. Есть, например, такая проблема, как суицидальные игры в соцсетях. «Синий киты», «4-20». Ну, это что? По линии украинских и вооруженных силы и спецслужб 2014 года в отношении наших граждан ведутся спецоперации информационно-психологического характера. У нас по линии украинцев были придуманы игры смерти, впервые примененные на территории России. Мы потеряли не менее 300 подростков, покончивших с собой. И в неокрепшие души русских детей будет внедрена специальная программа. Это мина замедленного действия. И мы начинаем вторжение. Вот так вот, значит. К слову, если вам реально интересно, как образуются и существуют такие городские легенды типа «Синего кита», так называемой группы смерти, то рекомендую послушать лекции культурного антрополога Александры Архиповой, признанной иностранным агентом, что я вынужден сказать. Ну а ссылку я оставлю в описании. А в 2022 году у него появился новый главный враг – Украина. Никогда не догадаетесь, по какой причине. Потому что там неонацисты? Нет, потому что там неоязычники. Наличие в той же Украине православных верующих Силантьева почему-то не смущает. Поэтому в Украине действительно на базе языческих вполне идей формировалась вот эта религия ненависти. Конечно, по большей части украинцы христиане, но так и в Третьем Рейхе большая часть населения были христианами, что ничуть не мешало идеи совершенно антихристианские продвигать. Он тут опять углубляется в историю и говорит, что вот в Третьем Рейхе подавляющее число немцев тоже считало себя христианами. И говорит это так, будто всем же очевидно, что они на самом деле не были христианами. То есть людей в концлагерях замучивать это совершенно не христианские идеи. Но именно язычество позволяет сказать, что вот у нас есть свои боги и своя раса, свой народ, а все остальные это враги и подлежат уничтожению. Это совершенно четко прописано. Нет, без шуток, он реально обвинил украинцев в создании неоязыческого культа, целью которого является уничтожение всех русских по всему миру. А значит, типа морально оправданно ударить первыми и, видимо, уничтожить украинцев раньше. И при этом он нисколько не смущается в этой ситуации сравнивать русских с евреями во время Холокоста. Цитата. Думаю, что евреи подтвердят. Если кто-то постоянно призывает тебя убить, то он обязательно попробует. И тут лучше бить первыми. В марте 2022 года Силантьев дал интервью радио Радонеж, где сообщил, что война это вообще-то хорошо, потому что в России исчезли все религиозные конфликты. Магия. Уж не знаю, как он там измерял их количество, но вот осталось еще чуть-чуть, и вслед за Макдональдсом из нашей страны уйдут сатанисты, кришнаиты и мормоны. Хочется повесить табличку. Он реально в это верит. То есть, серьезно, человек, который якобы полжизни изучает религии, который защитил докторскую диссертацию, считая, что религии — это коммерческие бренды, которые легко могут продать активы и уйти с рынка. Кроме православия, разумеется. Вообще там все интервью — это какой-то ад. Ну вот у нас субкультура Колумбайн, которую недавно признали террористической, как раз вот основана на мизантропической идеологии. Убить всех, потом убить себя. Ну а она в 99-м году в Америке возникла. У нас она благодаря украинским товарищам появилась 17-го года. Но у нас вот 43 погибших на этой почве в основном. Иногда в своей борьбе с оккультными врагами России Силантьев слишком увлекается и принимается за собственную семью. В конце мая этого года появилась новость, что бывшая жена сектоведа хочет ограничить его в родительских правах, так как он плохо влияет на психику сыновей. Женщина утверждает, что Силантьев показывал своим несовершеннолетним детям ролики об ИГИЛ и рассказывал недетские подробности о делах, где выступал экспертом. Например, про нацистов и сатанистов в деле об убийстве шестилетнего мальчика своей сестрой. Сам Силантьев на эти обвинения ответил, что жена все выдумывает. В общем, как мне кажется, Силантьев это патентованный, злобный мужик, который по какому-то недоразумению думает, что может решать за других, как им нужно жить правильно. И двух мнений в этом вопросе быть не может, потому что он ж великий ученый, ему виднее. А все, кто против, дураки и враги России. Здесь Силантьев, конечно, не уникальный кадр. Наверное, каждый из вас знает людей с похожими взглядами. Уникальность Силантьева только в том, что он помимо дурной головы обладает возможностью реально ломать людям жизни из-за своего высокого статуса эксперта по сектам. Мы продолжаем наш разговор о тоталитарных сектах. На фоне Силантьева мой второй сегодняшний герой выглядит как безобидный сумасшедший ученый, который, может, и имеет диковатые идеи, но при этом никому особо не мешает. И в ситуации, когда Силантьев звонит своим друзьям из ФСБ, этот товарищ звонит своим друзьям из церкви и православного института. Знакомьтесь, Александр Дворкин. Но, думаю, вы и сами про него уже не раз слышали. Одно время он практически не вылезал из телевизора, где постоянно выступал экспертом по различным тоталитарным сектам. В секту не приходит никто. В секту приводят через обман, через сокрытие информации, через недобросовестную рекламу. Собственно, то, что я делаю, я пытаюсь распространять правдивую информацию о сектах. Жизненный путь Дворкина очень отличается от пути Силантьева. Если тот сразу стал радикальным и непримиримым защитником России от Запада, то Дворкин пришел к этому совсем иначе. Он родился в 1955 году и учился в Московском педагогическом институте на факультете русского языка и литературы. Во время своей бурной молодости Дворкин стал диссидентом, их хипарем, то есть вообще-то противником советской власти. В автобиографии он писал, что в 1976 году к нему пришло КГБ, поэтому он решил эмигрировать. Один знакомый сделал ему фейковое приглашение из-за границы, и Дворкин уехал в Америку, чтобы найти там тех самых настоящих американских хиппи. Но после переезда почему-то очень быстро решил креститься. В более позднем интервью он рассказал, что первое время у него был некий оккультный учитель, от которого он ушел в православие. Вообще в США у Дворкина получилась довольно интересная жизнь. Он закончил хантерский колледж в Нью-Йорке по специальности русская литература и Свято-Владимирскую духовную семинарию Американской Православной Церкви, то есть ту, которая не подчиняется РПЦ. Там Дворкин получил степень магистра богословия и пошел углублять образование в Фордемский университет, который был основан католической церковью. Уже там Дворкин защитил диссертацию на тему «Иван Грозный как религиозный тип» и ушел, нет, не в науку, а на радио. Он работал на таких ужасных вражеских радиостанциях, как «Свобода» и «Голос Америки». А после развала СССР Дворкин вернулся на родину и активно включился в общественно-политическую жизнь. По его собственным словам, заниматься сектантами он сначала не хотел. На это его сподвигли многочисленные жалобы на разные расплодившиеся в России нездоровые культы. Начал он с Богородичного Центра, мистического околоправославного учения, которое появилось в начале 90-х. Прокуратура в действиях Центра ничего подсудного не нашла, в отличие от Дворкина, который моментально записал Богородичников в тоталитарные секты. Ну а дальше пошло-поехало. Уже в 93-м году Дворкина приглашают заниматься борьбой с сектантами в Международный диалог-центр. В том же году он сам открывает информационно-консультационный центр святого Иринея Леонского, который должен был информировать людей об опасных течениях. Центр этот был открыт при отделе религиозного образования РПЦ. В октябре 1994 года на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви было принято определение о псевдо-христианских сектах, язычестве и оккультизме, которое практически все течения вне РПЦ записало в секты, включая кришнаитов и так называемых неопятидесятников. Александр Дворкин в этом принял самое активное участие, так как именно он был главным вдохновителем собрания вместе с диаконом Андреем Кураевым. Также в России Дворкин наконец занялся преподаванием. Сначала его пригласили в МГУ преподавать историю церкви, но очень скоро уволили. Зато тут же устроили профессором в Православный Свято-Тихоновский университет по указанию представителя патриарха Алексея Второго. С этого момента Дворкин на долгие годы становится главным российским экспертом по сектам. С 2009 года он возглавляет совет, который проводит религиоведческие экспертизы и состоит в группе активистов, которая, цитата, «занимается совершенствованием законодательства в сфере свободы совести и религиозных объединений». А заместителем Дворкина в этом совете был никто иной, как Роман Силантьев. Экспертизы и научные воззрения Дворкина не раз критиковались настоящими религиоведами. Специалисту смущало то, что председатель всяких там религиоведческих советов не имеет профильного образования. Если что, до Дворкина этот экспертный совет был вполне нормальной организацией. Его возглавлял религиовед Игорь Канторов, который был крайне недоволен специфическим подходом нашего сектоведа к новым религиозным движениям. Канторов отмечал, что термин «тоталитарный» сразу вызывает негативные ассоциации, и при должном желании под определение Дворкина в тоталитарные секты можно записать абсолютно любую религию. И что сами попытки Дворкина закрепить в законодательстве понятие «тоталитарные секты» нарушает принцип свободы слова и 14-ю статью Конституции, которая гарантирует свободу вероисповедания. А тоталитарная либо деструктивная секта, что это такое? Это те же самые неопиесятники, это саентология, это мунизм, это секта Грубового, секта Виссариона и так далее. Со временем, после многочисленных обвинений, Дворкин смягчил свою концепцию. Он начал утверждать, что различает секты тоталитарные и классические, в которых как бы нет ничего плохого. Ну, кроме противостояния православию. К классическим сектам Дворкин относит адвентистов, седьмого дня, баптистов и пятидесятников. В общем, практически все крупные протестантские направления США. Кроме того, он расширил свой лор и записал в разряд сект коммерческие психокульты. Что бы это ни значило. Причем, заметьте, что тоталитарные секты совсем не обязательно могут быть религиозными организациями. В современном тоталитарные секты вполне могут быть и педагогические секты, и коммерческие секты, и так называемые коммерческие культы, и психокульты, всевозможные тренинги и семинары. Курсы саморазвития. Да, да, курсы личностного роста и прочие, которые те же самые методики используют. Кстати, Дворкин в курсе обвинений в свой адрес из-за использования слова «секта». И у него на это есть ответ. Термин «секта» якобы используется во франкоязычной среде. А значит, что мы тоже можем перенять успешный европейский опыт и все эти тоталитарные секты нафиг запретить. Если мы возьмем французское определение, то это особого рода авторитарные организации, которые направлены на власть и деньги для руководства ближайшего окружения, которые прикрываются различными масками, совсем не обязательно религиозными, может быть и политическими, может быть и психологическими, может и каким угодно другими, и для которых характерно обман при вербовке, контролирование сознания членов, эксплуатация членов, регламентация всех аспектов их жизни и так далее и тому подобное. Но прикол-то в том, что во французском законодательстве в юридическом смысле такого термина нет. Но помимо странной и расплывчатой терминологии, Дворкин несколько раз оказывался в центре более человеческих скандалов. Первый из них случился еще в 97-м году. Тогда из-за брошюры под названием «10 вопросов навязчивому незнакомцу» к Александру попытались подать иск кришнаиты, последователи церкви Муна и уже упоминавшийся Богородничный центр. Суд в иске отказал. А в 2000-м году случилось по нашим временам немыслимое событие. Уральский государственный университет отменил курс лекций Дворкина по истории православной церкви, сославшись на то, что государственное учебное учреждение не может заниматься религиозной пропагандой. РПЦ увидело в этом происки саентологов. А в 2003 году две ярославские газеты обвинили Дворкина в сатанизме. И при этом еще в переход из уюдаизма в православие. Короче, получился какой-то аниме-кроссовер про православного еврея-сатаниста. А все потому, что обе газеты были пятидесятнические. В итоге они ничего доказать не смогли, отозвали и публикации. И взяли интервью у самого Дворкина. В 2005 году Дворкин схлестнулся аж с Гробовым, когда приехал в Екатеринбург читать лекцию об учении этого кадра. В этой истории случился интересный поворот, когда приехавшие милиционеры внезапно скрутили самого Дворкина вместе с товарищами и отправили в отделение. Выпустили эту команду сектоведов только после личного вмешательства Евгения Ройзмана. Защищать Гробового от Дворкина я, конечно же, не буду. Это стопроцентный мошенник, который сделал огромные деньги на горе других людей. Вот посмотрите, у меня видео было про него. Но ведь Дворкин не ограничивается только такими продавцами мистики. В 2006 году он умудрился обвинить Российский Союз Христиан Веры Евангельской аж в подготовке оранжевой революции. А старейшую российскую правозащитную организацию, Хельсинскую группу, в том, что они сидят на деньгах саентологов. Но я не говорю про Хельсинскую группу, которая постоянно поддерживает все секты и состоит на жаловании о саентологии. В нападках на Союз Христиан ничего странного не было. Это пятидесятническая организация. Где больше всего пятидесятников? В Америке. А чем может заниматься Америка в России? Разумеется, подготовкой оранжевой революции. Все сходится. В общем, и те, и другие подали на Дворкина в суд. Пятидесятникам в иске отказали, а вот иск Хельсинской группы суд признал. Но Дворкин подал апелляцию и решение отменили. Кстати, это не единственный раз, когда Дворкин обвинял религиозные группы в том, что они устраивают цветные революции. Цветные революции – это тоже лишь часть единого процесса, связанного с сектами. Потому что мы видели прекрасно, как у нашего юго-западного соседа на Украине, когда прошел оранжевый майдан, оранжевый майдан был организован как раз неопейсятниками. В 2006 году произошел вообще курьезный случай между Дворкином и кришнаитом Сергеем Косенко, который продавал книги. Дворкин привел кришнаиты в милицию и обвинил в избиениях. Доказать ничего не получилось, и Косенко отпустили. Зато новость разошлась по СМИ. Сам Косенко потом дал интервью, где заявил, что это сам сектавет начал неадекватно себя вести и врывать книги из рук. В сети начался обмен любезностями между сторонниками Дворкина и кришнаитами, в результате которого всплыла статья под названием «Кришнаиты, как они есть». Этот текст, якобы написанный научным сотрудником Центра индийских исследований Института Востоковедения РАН Ириной Глушковой, активно продвигал Дворкин. Ну или, по крайней мере, использовал цитату этой самой Глушковой, причем вырванную из контекста, в эпиграфе к этой статье. Вот, мол, настоящий ученый, срывает покровы с коварных и жестоких кришнаитов. Ну, как оказалось, что сама Элина Глушкова к этой статье не имеет никакого отношения. Не писала ее, не разделяет изложенных там идей и вообще довольно негативно относится к Дворкину. Глушкова потребовала от православных сайтов, чтобы этот текст перестал подписываться ее именем, но получила отказ с оправданием в духе «Ты кто такая? В суд на нас подавать не имеешь права, ничего удалять мы не будем». Очень православно, очень по-христиански. Что можно сказать? И так, чтобы фейк показался убедительным, нужно, чтобы в нем было хотя бы маленькое зернышко истины. Впрочем, я уже говорил, что Дворкина нельзя считать чистым злом. Он, например, борется с распространением конспирологических идей среди православных. Например, разоблачает теории заговора вокруг масонов, плана Даллеса, протоколов сионских мудрецов и Билла Гейтса. Мне, например, особенно нравится надпись в конце его презентации «Сохраняйте критическое мышление». В общем, Дворкин хоть и сам конспиролог, но такой лайт-версия. Главную претензию к нему ученые формулируют так. Практически все религиозные течения, особенно близкие к православию, но не признающие главенство РПЦ, попадают под его удар. То есть, по сути, сектовед занимается, скорее, внутривидовой борьбой с ересью, а не изучением этих направлений. Также Дворкин считает, что большинство сект в Россию пришло из-за рубежа, и что это было не какое-то стихийное действие, а чуть ли не спланированная акция. Чуть меньше двух лет назад Обама высказался очень точно и очень цинично. Он сказал, что международная религиозная свобода – это важнейший фактор внутренней безопасности Соединенных Штатов. Вот лучше не скажем. Красиво. Еще он придерживается довольно странной идеи, что на Западе запрещено критиковать секты. Дескать, это нарушение религиозной свободы. Во-первых, нарушение религиозной свободы, нарушением религиозной свободы, называется вот критическая статья где-нибудь про какую-то секту, это уже нарушение религиозной свободы. Ну, я думаю, смотря как критиковать. Если как Силантеф, который периодически обвиняет организации в сатанизме и неопедофилии, то так, наверное, и нельзя. Но религиоведы на Западе живут, прекрасно себя чувствуют и как-то не жалуются на то, что им запрещено делать их работу. А то, чем занимается Дворкина компания, это не просто критика, это попытка рассматривать все религии с точки зрения их опасности для РПЦ и использование в качестве аргументации приписывания своим оппонентам совершения преступлений. Основная книга Дворкина «Тоталитарные секты», вышедшая еще в 2000 году, заявляет, что ее главная цель – правдивая информация о сектах. Книга рекомендована как учебное пособие, но написана как сценарий True Crime подкаста, с красочными описаниями ужасов и жизни сект. И высказаниями в духе «Протестанты, конечно, плохие, так как они отпали от истинной церкви». Но лучше уж они, чем эти. Лучшей защитой от сект Дворкин считает христианство, подразумевая, конечно же, православие. Сознательные христиане никогда ни в какую тоталитарную секту не попадут, а попадут туда люди, которые либо не имеют к церкви никакого отношения, либо имеют отношения сугубо номинальные. И вот это пренебрежительное отношение к другим людям и их вере сквозит через всю книгу. Еще можно отметить, что Дворкин находит причинно-следственную связь между сектами и преступностью. В общем, даже многие православные критикуют такой подход, потому что вместо богословских аргументов Дворкин пытается использовать уголовный кодекс. Просто менее успешно, чем Силантьев. Исследователи современного фольклора, такие как Александр Панченко, отмечают, что таким образом Дворкин по по сути разжигает межрелигиозную вражду. А его назначение главой экспертного религиоведческого совета – следствие некомпетентности тех, кто принимал это решение. Итак, оба этих профессора кислых щей достаточно опасные люди. У них есть вполне признанные ученые степени. Они имеют власть и влияние. За их голосами почти не слышно ни представителей самих религиозных течений, ни других религиоведов, призывающих к более взвешенному подходу. На любую критику они могут отвечать тем, что их оппоненты работают на секты. Подход не новый, но эффективный. Они оба действуют с конфессиональной позиции. По принципу «моя религия хорошая», а все остальные, какие им не нравятся, сектанты, подкупленные Америкой. Но если Дворкин еще сдерживается в выражениях и вряд ли будет призывать посадить всех неправильных верующих в тюрьму, то Селантьев в открытую с ними воюет и пользуется большим авторитетом в силовых и властных структурах. Главное, что нужно запомнить, что сектоведение не наука. Сектоведы не ученые, а открытые борцы за чистоту веры православной. И это та цель, которая у них оправдывает средства. Ари-Вуар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова